1000 лайков вам в ленту самая яркая и интересная из жизни ярославской благосферы прямо сейчас я вячеслав марков это программа сети здравствуйте что будет с культовым кафе в самом центре ярославля прокуратура требует сноса заместитель мэра советуется с горожанами где в городе самый вкусный кофе и почему он стоит 300 рублей за чашку неожиданная находка ярославца очередной игровой клуб который спокойно функционирует на проспекте фрунзо 200 миллионов рублей с бюджета на расселение взорвавшегося дома мнение об этом ярославцев и еще покажем и расскажем что еще интересного писали обсуждали смотрели в сети на этой неделе буквально через мгновение 200 миллионов рублей выделят власти жителям разрушена от взрыва газа многоэтажки как эту новость восприняли ярославцы в мэрии ярославля решают что делать жильцами дома по улице 6 железнодорожной рухнувшего феврале от взрыва газа дом решено снести людям могут дать квартиры как жильцам аварийного пользователи вконтакте тут же начали считать можно ли на эти деньги купить всем пострадавшим квартиры если хрущевка стоит полтора то получается 133 хрущевки двушки сергей это наверное жилье в доме не первой свежести а в новостройке явно дороже стоит тут примерно 80 квартир взять 200 миллионов то получится одна квартира выходит два с половиной миллиона это похоже на правду кто-то решил что это очень дорого на эти деньги можно три таких построить но в итоге все же пришли к выводу что помогать людям необходимо слава богу ничего страшного 200 миллионов это реально не деньги сделайте для людей добро и может вам зачтется на том свете всем мир кафе что за волковским театром знакома многие мирославцы совсем недавно с этим заведением близко познакомились и прокуроры вынесли вердикт строение незаконной подлежит сносу вот эту тему и поднял заместитель мэра игорь блакин он спросил у своих подписчиков фейсбуке а стоит ли сносить кафе почти две сотни лайков более 300 комментариев и перепостов хотелось бы услышать ваше мнение по поводу сноса кафе сквер 2010 на первомайском бульваре в ближайшее время по решению суда и предписанию прокуратуры тема оказалась настолько близка горожанам что установила рекорд по количеству комментариев кто-то за кафе вступился не надо хорошее место украшение парка стильная ухоженная даже для гуляющих в парке не говоря уж о том что это одно из немногих мест где хорошая кухня жалко хоть и проектировал я его как временное и строили как временное а привыкли уже все да и облик города на мой в данном случае весьма субъективный взгляд не портило нисколько симпатичный домик аккуратно вписанный в имеющиеся ланджафты я против а кто-то написал что выполнять закон просто необходимо но если сносить такие самострои то все они выбрать что нравится сквер или не нравится закон для всех должен быть один в ответ на жалобы собственников что люди потеряют работу ярославцы предложили пойти дальше да давайте весь бульвар застроим чего мелочиться то спор был очень длинный и к единому мнению горожане не пришли но многие все же согласились что закон надо соблюдать исполнять решение суда еще одна горячая тема для обсуждения вылилась буквально из стакана кофе ярославна она мавричева написала в своем блоге что в одной из популярных городских кофеен чашка соевого капучино стоит почти 300 рублей более 50 лайков несколько перепостов и десятки комментариев о том почему кружка кофе стоит таких денег чашка кофе 279 рублей рабочее совещание пора переносить в другое место горожане буквально удивлялись такой неадекватной цене за кружку горячего напитка там же всю жизнь так было я искренне удивлена почему он до сих пор существует и в него до сих пор ходят через несколько часов спор вмешались сотрудники кофе не и буквально разожгли ненависть кофеманов они обосновали большой ценник объемом и качеством продукта она при всем уважении к вам не сдержусь от комментариев вы заказали необычный капучино который при тех же 480 миллилитрах стоит 199 рублей вы взяли соевые за 270 рублей 480 миллилитров к сравнению цены на молоко обычное и соевое это 40 рублей за литр и 200 рублей финале спора любители кофе решили устроить треть по всем картиням города и выяснить где же лучшее соотношение цены и качества ну а подвел итог знаменитый ярославский художник вася ложкин все проблемы с кофе отпадут когда о нем кофе все начнут говорить в среднем роде еще одна громкая тема стала неожиданная находка ярославца ярослава смирнова как он сумел выяснить проблемы игровых клубов до сих пор не ушла в прошлое а продолжает волновать горожан совершенно случайно наш земляк нашел игровой клуб на проспекте фрунзе правда он оказался завуалирован красивой вывеской под постом сразу же разгорелись споры почему это заведение существует десятки лайков и перепостов и десятки возмущенных комментариев по роду службы я изредка езжу по проспекту фрунзе в костромском направлении довольно давно меня привлекало достаточно приметное черное здание с броской надписью напротив дома номер 74 рядом с магазином дикси что-то не клеилось расшифровка всех этих намеренно англо запутанных слов еще больше раскаляла мой интерес и вот любопытство кошку сгубила заглянул на входе хмурая девушка не улыбчивый охранник темнота друг молодежи внутри фотографии сделать не удалось но на проверку это оказался обычный клуб игровых автоматов кто-то из читателей решил что виноват конечно же участковый который явно в пути этого дела участковый и его начальство явно не в курсе но сам автор не согласился с комментатором это второй вопрос но он вытекает из первого это законно если да нет проблемы претензий если нет давайте будем кивать на участковых я все-таки сторонник последовательных решений сразу обливать помоями участкового не готов продолжение спора блогеры выяснили что это не игровые автоматы а лотерейные и они вроде как разрешены законом там наверное не игровые автоматы а мгновенные лотереи игровые автоматы у нас запрещены все как один участковый поди следит чтобы промеж лотерейных игровой автомат не поставили у кинотеатра победа слева подобный дилинговый центр есть как раз на месте бывших игровых кстати если обратить внимание то на месте бывших игровых вулканов теперь также лотереи совпадение не думаю ну ярославцы посчитали что как говорится хрен редки не слаще и все равно такие автоматы городу просто не нужны ну и в конце наша постоянная рубрика плюшки самое интересное забавное смешное видео которое смотрели росла в социальных сетях в этот раз я выбрал видео дворового футбола который комментирует один из самых известных футбольных комментаторов сборной россии георгий черданцев как выяснилось это видео он снял из своего окна и выложил в интернет собственным профессиональным комментариям а вы смотрите что называется без комментариев добрый вечер дорогие любители футбола мы с вами присутствуем на удивительном матче мяч в центре игра пошла тут же ответ правых забивать надо месси удар в девятку 1-1 великолепная игра самый маленький месси на свете забивает гол и счет становится 1-1 вратарь выбегает из ворот выбивает мяч на чужую половину поля и что происходит 5 покидает пределы поля тормози еще одна атака булыкин перехватывает мяч и петь и пора домой но смотрите что это происходит обладатель кожаного мяча пьетру буфонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой там стынет борщ как же играть без мяча не как сожалению матч окончен с вами был георгий черданцев а что интересно вам пишите с хэштегом марка в сети а мы сделаем репост прямо в телевизор давайте делать интересные новости обсуждать их вместе на этом у меня все он со рубрики телеком оператор дом ru как разогнать городской вай-фай до максима выяснил блогер евгений иванов друзья всем кто любит отдыхать без отрыва от производства лайфхак дня евгений рассказал чтобы разогнать вай-фай в кафе до 20 мегабит нужно авторизоваться как пользователь дом ru ввести логин и пароль кто-то удивился что в кафе ходят пользоваться интернетом вам пожрать или интернет старею оказывается кафе теперь ходят за халявым интернетом на 100 автопоста резонно заметил что приятно совмещать и то и другое с вами был вячеслав марков редактор интернет-портала побольше лайков пока